Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как правильно завершить сделку. Если вы правильно провели потенциального клиента через все этапы продаж, то продажа будет логичным итогом процесса, и проблем не возникнет. Если же они возникли, значит вы где-то недоработали, возможно, уделили мало внимания обработке возражений или же совсем обошли стороной потребности клиента. В любом случае все это придется наверстывать при завершении сделки, так что помните, чем меньше времени уйдет у вас на все предшествовавшие этапы продаж, тем больше придется потратить на заключительный. Не ждите, что в какой-то момент вашего красноречия ваш собеседник прервет вас и решительно заявит, ну все, я готов, давайте заключать сделку. Как правило, необходим последний толчок. Часто таким мотивом может стать простейшая фраза, ну что, давайте оформлять договор. Однако и здесь очень важно не перестараться. Приведу пример. Один из менеджеров компании, где я раньше работала, много времени потратил на одного несговорчивого клиента. Уже были проведены презентации, обработаны все возражения и приведены весомые доводы. Клиент дозрел, и в итоге мой коллега услышал от него фразу, пожалуй, мне это подходит. Вместо того, чтобы сразу после этого перейти к оформлению документов, наш менеджер не смог остановиться и продолжил свой монолог. Он продолжал вываливать на клиента подробности нашей работы, преимущества сотрудничества с таким коллективом, как наш. И в итоге клиент не выдержал обилия уже ненужной ему информации и передумал работать с нашей фирмой. Человек, готовый на сделку, не хочет слушать ничего больше. Берите его и заключайте договор. Больше ему сейчас от вас ничего не надо. Лишние слова и уговоры – это лишний риск ошибки и срыва договоренности. Но давайте все-таки поговорим о том, как нужно завершить сделку. Поговорим о способах завершения, ваших фразах, после которых вы услышите заветное «да» от клиента. Ваша альтернатива. Предлагайте собеседнику на выбор варианты, каждый из которых подразумевает его безусловное согласие на сделку. Вы как будто по умолчанию считаете, что согласие на сделку уже есть. Как хотите расплатиться? Наличным или картой? Как вам удобнее считать договор перед подписанием с экраном ноутбука или в печатном виде? После таких вопросов человеку значительно труднее сказать «нет». Я пока еще не решил. Подсознательно ваш собеседник решает, что уже выразил свое согласие. Пример. Как-то я общалась с потенциальным клиентом, представителем крупной торговой сети. Мой собеседник тянул с окончательным ответом и никак не желал приблизить завершение сделки. Тогда я задала ему прямой вопрос, предложив ту самую альтернативу. Как вы будете общаться с нашим дизайнером по поводу макета сайта? Через меня или напрямую? Одна эта фраза помогла моему собеседнику наконец-то перейти к обсуждению мелких деталей заключения договора. Только сегодня, если клиент пытается перенести принятие решения на другой день, его можно немного подтолкнуть к завершению сделки именно сегодня. Для этого стоит поманить его какой-нибудь вкусностью, возможной только сейчас. Любой вариант хорош, лишь бы ваш собеседник понял свою очевидную сегодняшнюю выгоду и невозможность отложить завершение сделки. Приведу очередной пример. Однажды мы с коллегами проводили встречу с очень уклончивыми собеседниками. На прямое предложение заключить сделку они отвечали «да», но лучше послезавтра. Когда мы пытались выяснить причины такого отложения, они опять отвечали без конкретики. Под конец встречи мы сообщили клиентам, что сегодня у нас последний день акции, благодаря которой они смогут сэкономить до 15% стоимости наших услуг. Правда, заключить договор нужно именно сегодня. Завтра такого подарка уже не будет. На наших собеседников подействовало и договоренность была достигнута. Подведем итог. Этот способ можно назвать позитивным. Здесь никто никого не торопит заключить сделку прямо сейчас, а то завтра будет поздно. И без апелляционных вариантов не предлагается, просто делается своего рода резюме, обобщение всего, о чем шла речь ранее. И снова пример. Однажды я дошла до этапа заключения сделки с одной очень приятной собеседницей. Эта дама не придиралась к нашим расценкам, не пыталась найти подозрительных минусов и вообще общалась со мной очень позитивно. Поэтому на этапе завершения сделки я просто сказала, как видите, наши цены вас устраивают, а возможности нашей команды просто идеальны для ваших задач. Осталось обсудить детали. Дама не возражала, и в итоге мы подписали договор о сотрудничестве. Всегда говори «да». Такой способ обычно используют опытные продавцы, быстро ориентирующиеся в ситуации. Новичкам поначалу будет трудно. Нужно быстро и последовательно задать собеседнику несколько вопросов, на каждый из которых он обязательно ответит «да». Нельзя делать остановки, позволяя клиенту «да» и себе тоже перевести дух. Так метод не сработает. Постоянная атака, наращивание темпа и в ответ на последний вопрос о заключении сделки прямо сейчас вы обязательно услышите «да». Пример. Однажды я проводила деловые переговоры, по завершении которых поняла, что клиент в принципе готов к сделке, но чего-то ему не хватает. Тогда-то я и использовала серию из коротких вопросов. Вам нравится наша ценовая политика со скидками? Вам нравится, что у нас можно найти профессионалов любой специальности? Вам нравится, как быстро мы готовы предоставить вам первый вариант макета? На каждый из этих вопросов мой собеседник ответил «да». После этого я задала самый важный вопрос «тогда приступим к оформлению». На это клиент тоже ответил утвердительно, и мы заключили важное соглашение о сотрудничестве. Последний вопрос. Этот способ может быть полезен, когда клиент попадается особо упрямый и не идет на контакт, отговариваясь явно надуманными предлогами. Достаточно показать, что вы сдались, и больше не собираетесь уговаривать, чтобы собеседник успокоился и расслабился. И как бы не взначай, уже уходя, поинтересоваться, в чем причина нежелания заключить сделку. Чаще всего именно тогда вы услышите истинную причину. Пример. Я как-то общалась на протяжении пары часов с двумя собеседницами. Раньше они уже имели дело с нашей компанией, заказывали у нас изготовление сайта. В этот раз они уклонялись от моего предложения заключить сделку, и я не могла добиться от них причин такого нежелания. Мы уже попрощались, и я пошла к выходу, как решила применить последний вопрос. Обернувшись уже на пороге, я спросила, скажите, а что вам помешало сегодня заключить со мной сделку? Да, мы уже успели расслабиться, пока я шла к двери, и одна из них ответила. Опять много обещаний. После этого мы разговаривали, как будто заново, и выяснилось, что в первый раз при общении с менеджером нашей компании им были обещаны внушительные скидки и особый статус при повторном обращении. Однако на деле скидки оказались меньше обещанного. Теперь ему не хотелось повторять ту же ошибку. В итоге нам все же удалось договориться. Понятно, что перечисленные способы не единственные, способные потолкнуть клиента заключить с вами желанный договор. Будет просто отлично, если вам пригодится что-то из этого. Ну а если нет, придумайте свою коронную фразу. Кстати, учтите, что завершение сделки – ответственный этап, у которого есть свои правила. Идите до конца. Стремитесь завершить сделку независимо от того, как ведет себя ваш собеседник. Не срабатывает один способ – зайдите с другой стороны. Используйте все, что можно. Не останавливайтесь на первом отказе или уклончивости собеседника. Ну а если неудача все же не за горами, прямо спросите клиента о причинах. Может быть, его ответ позволит вам скорректировать свою стратегию на будущее? Излучайте уверенность. Будьте уверены и в себе, и в том, что вы продаете. Малейшая неловкость или смущение гарантирует вам подозрительность собеседника и автоматически осложняет процесс. Полное самообладание и позитивный настрой в самом конце запоминаются клиенту и заставляют его приходить к вам снова и снова. Не отводите взгляд. Старайтесь постоянно держать зрительный контакт. Только так можно поддерживать у собеседника доверие к себе. Отвели взгляд, задумались о чем-то своем, проиграли. Будьте всезнающие. Вы должны быть в теме, уметь ответить на любые вопросы клиента о своей команде, о ваших услугах и вообще обо всем, что вы предлагаете. На заключительном этапе особенно опасно выглядеть непрофессионально. Формулируйте правильно. Фраза, когда вы станете нашим клиентом, звучит гораздо привлекательней, чем если вы начнете с нами работать. Делайте паузы. Не торопитесь, не напирайте и не атакуйте излишне. Вспугнете позитивный настрой. Дайте клиенту время обдумать ваше предложение о заключении сделки. Правила простые, но если ими пренебречь, то легко сорвать даже самую железобетонную договоренность. Ведь иногда даже просто излишняя суетливость может испортить все, что вы с таким трудом воздвигали. На этом я с вами прощаюсь. Осваивайте способы, применяйте правила, и у вас обязательно все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова